Тут любой знает. Отвечает, воистину воскрес. То есть, действительно, он воскрес, спаситель наш. Ты бороду наклеил тоже с этой, ну... А вы ушли, ваша фотография ушла вниз, не видать, только нос видать. Повыше поднимите голову, чтобы видно было. Ну вот теперь я вижу, что безбородый мужик на бабу похожий. Ну, понятно, ты бороду затошил. А бороду Бог дал, нам её не надо смотреть. Иди наклеил на иконы, тоже оттуда бороду взял. Но не оттуда, Бог сотворил. Я даже ни разу бы в храме не был. Она растёт уже вовремя. Зачем вы протестуете против Бога-то? Эти умирать будем. Так ты знаешь, что Бога-то вообще нету? А вы можете сейчас разговаривать и ни разу не заматериться? Можете? Я могу. Я же сейчас ни разу не заматерился. Ну, хорошо, это уже хорошо. Если человек не верит в Бога, он слепой и глухой. Он не знает, не видит ни природу, ни чудеса Божьи. Он безумный. Чудеса Божьи. А что он приносит тогда эти, как это называется, молитвы Божьи? Да, там ещё. Я не знаю, что вы хотите сказать. Неясно выражаетесь, как с похмелья будто. Нет. А почему эта самая, как вот, Божья церковь живёт, ну, не на государственной вот этой фигне, как, ну, я бы назвал. Ну, как там можно... Воскрес. Воистину воскрес. Молодец. А то, главное, матерками отвечает. А поганился народ ужасно. Особенно этой рулетки прелюбодейной. Содом и Гоморрой устроились здесь. А я вам говорю, показываю... А что вы делаете? А вот что мы делаем? Что за книга? Библия. Библия. Вот. Мы спрашиваем, у вас дома Библия есть? Конечно, есть. И считаете вы её? Читаем её. И вы можете ответить на мой вопрос, кем является для вас Иисус Христос? Спасителем. О, какой я счастливый, что сегодня такого человека встретил. Не голый, а одетый, трезвый. И отвечает правильно. А то Бог услышал мою молитву. Он рядом, Бог. Мы строим православную деревню. Мы можем сказать, чем мы занимаемся. И первый, кто приезжает, житель, мы спрашиваем. Не приезжает, а разрешение. Чтобы он доказал, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первая беседа. Я сказал в краевой администрации. Они говорят, а у нас тут ни одного такого нету. Статистика врет, говорит. Женщины матерятся, мужики все курят. Вот, вот, вот. А я говорю, а Христос от всего этого освобождает. Потому что делающий грех, есть раб греха. Мы молимся, Господи, пошли благовестников, проповедников добрых, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы вознестили любви Твоей, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот с этой целью мы сюда пришли, в этот Содом и Гоморру. Чтобы вывезти народ сюда, как лод. Отец, вам не тут народ надо выводить. Ну, никак, не скажи. Вот я здесь нахожусь уже 83 дня, и почти 400 уже у нас записей сделано, где люди отвечали правильно и желали услышать, ходили в храм. Я уже опыт имею. В соцсетях были, ВКонтакте, Ваноквасниках. У меня везде есть, везде странички есть, но самое большое – это наш Ютуб-канал. Называется «Во свете Библии». Вот вы зайдите. У нас там 15 150 роликов. Ух ты, я обязательно зайдете. «Во свете Библии», «Во свете Библии» Игнатий Лапкин добавьте. Потому что там есть под этим именем, под моим, там много выставляют хулиители, беззаконники. Потому и мы говорим о Христе. Мне за последние 8 месяцев пришлось полностью заблокировать больше 9 тысяч человек. За мной охота идет ужасная какая. Это целая дивизия почти что. Значит, чего ты, говорит, мы стоим? Зачем бы такой заслон сатана выставлял? Мы прямо говорим. Мы православные. А на нас, а у вас вот патриарх такой, деньги там. Чего патриархи мне, сучки, считать, когда со своими бревнами не рассчитались? Мне задание дано. А вы чего Путина поддержите? Да и чего вы поддержите? Он же не Брежнев, сам ходит. Он даже играет на льду с шайбой, за шайбой бегает. Наша задача какая? Павел сказал, молитесь за старей, за начальствующих. Если он под старя не тянет, за начальствующего пойдет. И поэтому у нас всегда на душе радостно, весело. Мы никому не навредили, Павел говорит, говоря истину. Ну да. А вот если вы зарядите во свете Библии, через Google зайдете, через Яндекс, сайт, слово сайт, не YouTube, не канал. Сайт. Вы зайдете на наш сайт, ну я так считаю, равного ему во всем интернете нету. Такое наполнение. Там 50 книг, которые Бог мне позволил насчитать в аудио. Там ответы, которые я даю студентам, в милиции вел занятия. Это 4124 ответа. 55 папок. Это отдельно там взят атеизм, волшебство, православие, сектанство, мусульманство. Ну все, разные, разные, разные вопросы, они по папкам. Открыл одни вопросы. У меня вышло 38 книг из печати. Указано том и страница, откуда. Откнешь, она делает разворот картины. Это Господь позволил нам. Мы проехали, миссионерская поездка была, мы в Барнауле. Бог положил мне на сердце подарить полный комплект книг в библиотеке. А это каждый комплект 750 евро стоит. Мы дошли до Ледовостока, порт находка. Вернулись, около пяти тонн забросили границ и прошли полностью Скандинавию, Прибалтику и ушли к Аталтическому океану. Португалия. А потом прошли еще и Турцию. И везде дарили, 650 городов посетили и районных центров. И в каждой везде дарили по полному комплекту книг. Получил я благодарность от Рамзана Кадырова, от Александра Лукашенко, там кому лично. Книги видели в библиотеке у Путина. Книги исключительной силы. Вот Новый Завет, полное толкование по святым отцам с откровением. Трехтомник. Это впервые за 2000 лет вышло такое издание. И при том 240 иллюстраций, 230 Густава Даре, иллюстрации Библии. Мы их раскрасили. Там чудо как получилось. Я посчитал по восьми параметрам наше издание лучше самого хорошего. И вы все найдете на сайте. Вы на сайте найдете. Только зарядите сайт, библейский православный сайт. Игнатий Лапкин. Ну, можете написать во сети Библии. А потом, если у вас будет желание встретиться, побеседовать, вы в скайп зайдите, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией, именем. И вы меня сразу найдете. То есть, я вот 56 лет иду этим путем. После армии по Евангелию пришел, хотя с детства верил. И поэтому уже опыт. Тем более, мы делаем дела непростые. Господь позволил создать детский лагерь. Я 45 лет был начальником его. Тысячи детей подняли без помощи государству. Государство, вот мы строим деревню, 27 лет. Ни рубля не дали. Мы дороги сами делаем, дороги делаем сами. Пруды восстанавливаем. Первым делом храм построили. Вы это все можете увидеть в фильмах, которые там государственные фильмы, она снятая на сайте. Не просто фильмы, а занявшие первое место на международных киноконкурсах. Это Бог делает. Повторяю, нашего там ничего нет. Это благодать Божия делала. Я для чего это говорю? Ну, то, что мы остались живы. А когда первый год было, бульдозерами раздавим. Мы в лагере были, да всякие железо натаскаем, чтобы загремело, чтобы успели выскочить. Но Бог миловал. Пришли другие люди, начальство расположилось, краевая администрация, прокуратура. Все стали за нас. Вот Бог видит, мы перетерпели. А терпели совершенно нормально. Таких негонений нету, ничего. Ну, одно наше миссионерское путешествие что-то стоит. А то по экватору мы три раза обошли. 120 тысяч километров. Где мы ночевали? С нами собака, которая ездила. И на выставке после возвращения. Первое путешествие. Она стала чемпионом Сибири. А на втором чемпионом России стала. Ну, я занимался в уголовном розыске, знаю. Собака, он кинолог сам, хозяин собаки. Защипировали, ветеринарные прививки сделали. И это интересно смотреть. Когда приехали, а у нас община, и в общине дети, а ему, этому, его ураган звать собаке, подарили коврик в Германии. Я коврик на стол положил, а он заскочил. Говорим, зайка, он так на задние лапы сядет, вот так вот и кверху. Голос там подать. А ребятишки, я говорю, он бублики любит. Я купил бубликов, дал. И каждый ему бублик дает. Это все заснято. Знаете, как интересно ребятишкам. Никому это не помешает. Вреда никакого в этом нет. А мы на столе выставили вот так, где мы были. Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан, ну и прочее. Не вошло только то, что раньше было сделано в Америке. Много ездили. Видите, как Бог делает жизнь в бедности, красивой и интересной. Наш Господь такой воскресший Спаситель. Мы делимся богатством, которым нас Бог наделил. Мы не скрываем этого. И, значит, мы можем подсказать, как деревню восстанавливать с пустого места. Как получить статус. Как бороться с непогодой совсем. Где что доставать, что сеять. Ну, уже 27 лет у нас опыт. Первое время мы столбы сами ставили, электричество сами подводили. Трансформатор привезли из другой республики. Это вообще, да не выскажешь, что позади было. Какие были враги. Никого нигде нету. Кто что делал, их никого нету. Один конь был. Изумруд звали. И он рядом пасся. Вдруг прибежает, храпит. А у меня брат священник. Он говорит, Изумруд, что ты? Гляди-то, у него штырь в бок железный воткнутый. Погубили коня. Ну, злодеи. У них ничего нету. Они, ну, дьявольское отродье. Хороший конь был, хороший. С самого начала. А то на себе носили, а потом на корове. А потом коня достали, коня сгубили. А теперь машины есть, трактора, комбайны. Притом помощи государство не вложило ни рубля. Самое важное, что в стране 21 тысяча сел погублено. Мы можем показать, как начинать, из чего. Не надо стынать в городе. Отравленная пища, молоко недействительное. Заводи корову, настоящее будет молоко. Конкретно. Вот работа. В школе учат там дурному. Свои учителя у нас все. Государство, программа государственная. Они получают зарплату от государства. Но все верующие. Начинается с молитвы. Понимаете? Вот у нас как крещение готовит людей. Троекратное полное погружение. В церкви с тарелкой не ходят. Ни свечи, ни за что, нигде, ни одной копейки не получают. Не платится. Ни за крещение, ни за венчание. Только десятина платится, как установлено Богом. И все. И покрывается. И храм построить. И все. Это Бог так установил. А батюшка, он что? У него около ста вещек. А жена у него, она была старшим агрономом. Она тут сотрудничает с институтом. У нас все интересно, кто приезжает. Даже директор Кэстонского института с Лондона прилетела. Ей дали провожатого с Останкина. Знаете, как это? От таких-то мест в стране-то 21 тысяча и 10 тысяч сел дышат на ладанках, говорят. То есть один-два человека там. Ну почему не берутся-то? Ни один не берется нигде. То есть боятся, говорится, задницу оторвать от теплого туалета. Чего смеешься-то? Обленились просто поэтому. Ну не надо других-то судить, обленились. Ну и сказать, я не могу, потому что такое-то. Так нападают. Матерятся. Ну и китайцы-то уже, дмитрии Байкала идут. Сегодня люди говорят, хорошо, хоть нас китайцы пока дали нам разрешение на их земле пожить в Сибири. Они это уже до Урала считают своей землей. Путина винят. Это он продал Россию. Мы ездили, знаем, пустая земля. За время перестройки 120 миллионов абортов. 120 миллионов в Сибири сейчас бы жили. Это помешало? Путин виноват, Китай. А женская утроба не виновата? Прелюбодейное семя. Вот и ответ. Нам еще Путин будет ходить, говорится, решать, рожать, не рожать. Никогда раньше этого не было. Вот у нас отец инвалид войны, без руки. И вот так вот. И нас 10 было ребятишек. Пять парней, пять девчонок. И что самое главное, в великой бедности были. И ни одного больного нету. Ни одного. Мне 80 лет, я еще таблетки ни одной не съел. Вот если у вас будет интерес, вы заходите по скайпу. Мы побеседуем. Хорошо, отец. Давайте до нас. Ну, спасибо. Да. Что-то зависло. Зависло. Да нет, я просто спать пошел уже. Спать пошел? Ну ладно. А то все едят и пьют. Прям тут перед экраном. И блудят тут же. Ужасно. Ну все тогда, с Богом. Как звать-то вас? Виталий. Не понял. Виталий? Что-то заклинило. Да благословит вас Господь. Спасибо, отец. Не запомни это. Не забудьте, Игнатий Лапкин. Я. И вы включайте только и найдете. Запишите себе. С Богом. Я так и не понял, как вас звать-то. Виталий. Виталий. А вы знаете, что это означает? Как переводится ваше имя? Жизненный. Жизненный. Вот для жизни вечной живи. Для Христа Спасителя, прошедшего через Голгофу. Виталий значит жизненный, не мертвый. Хотя ко всем, Павел говорит, встань спящий, воскресни из мертвых и освятить тебя Христос. Послание официанам. Вторая глава. Пятый стих. Ну, с Богом. Вот еще один мужик и не валяется раздетый. Не, 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 что ты. У меня сегодня грех. Я сегодня, вот, так сказать, я два года не пил и не курил и начал курить и пить. Мы проповедуем Христа распятого, воскресшего. Если кому это нужно, то мы готовы побеседовать. Так, мы можем, вы как-то далеко стоите от микрофона, то поближе бы как-то стали. Здесь, здесь я. Какие у вас вопросы есть? Задавайте. У меня нет вопросов, если честно, насчет этого. Я верю в Бога. Я религиозный человек. Так. А вы верите в Бога? А почему бороду бреете? Брею? Ну, да. Ну, вы знаете Бога. Бог сотворил человека. И человек должен быть таким, каким он его сотворил. А мы подправлять пытаемся. Вы же картину Леонардо да Винчи или Микеланджело не будете подправлять. А это высшее творение Божье. Венец творения. Вот можно вас поинтересовать? Вот смотрите. Если я сейчас вот... Нет. Ну, я, может быть, не так. Ну, то есть, язык мой имеется в виду, вы поймете. Но, может, как-нибудь я вас так, вы меня поправите. Смотрите. Если я себе сейчас стану... Ну, то есть, я не буду брить бороду. Как бы сказать-таки... Я вот не работаю. Это уже еще один грех. Я, наверное, вот так вот. Или человек может не работать. Я не понял. Почему не работаете-то? Ну... Без денег. Можно вот так сказать. Непонятно. Как так? Вам же еще нету пенсионного возраста-то? Нету. Ну, а какая пенсия будет? Работать. Дети, жена. Даже один. И то надо прокормиться. И чтобы с чего милостыню уделять. Как не работать? Павел говорит, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. У меня нету ни жены, ничего. Вот я 29 лет без денег. Ну, а кто вас кормит тогда? Никто. Никто. Вы не едите нисколько? Ну, смотрите. Вот я зарабатываю на ставках. На чем? На ставках. Я так и не пойму. То есть, 21-й лет интернет. То есть, мне денежка падает с интернета. Ну, вот так вот, скажи. Ну, какой это заработок? Апостол Павел говорит, хочу, чтобы трудились своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Я вам...